Введение. В популярной музыкальной комедии «Скрипач на крыше» продавец молока Тевье поет грустную песню «Если б я был богачом». Многие из нас, подобно Тевье, не раз представляли заманчивую картину «Жизнь в богатстве и роскоши». Большинству людей богатство кажется чем-то недосягаемым, хотя история человечества полна бесчисленных примеров того, как мужчины и женщины ценой собственных усилий поднимались из крайней нищеты к огромному богатству. Разве быть бедными вам предначертано судьбой? Говоря словами Шекспира, одни люди рождаются богатыми, другие достигают богатства, а есть и такие, которым его навязывают. Есть люди, которым, как говорится, выпало счастье иметь богатых родителей, предоставивших им все, что можно купить за деньги. Но многие из этих людей вскоре теряют родительское богатство по причине собственного безрассудства. Бывают и такие счастливчики, на которых буквально падает богатство, скажем, в результате выигрыша в лотерею или какой-нибудь другой случайной удачи. Однако удача такого рода выпадает очень немногим. Для того, чтобы разбогатеть, нужно приложить силы, усердие, ум, творческие способности и взять на себя определенные обязательства. Никому не предначертано судьбой быть бедным. Богатство находится вокруг нас, и все, что нам нужно сделать, чтобы завладеть им, это найти путь, который приведет нас к нему. В желании разбогатеть нет ничего плохого. В сущности, это внутренняя потребность прожить полноценную, счастливую и обеспеченную жизнь. И это желание похвально. Более того, к нежеланию людей жить в достатке нельзя относиться как к естественному явлению, а самих людей, которые не хотят иметь достаточно денег, чтобы покупать все, что им хочется, нельзя назвать нормальными. Почему нужно довольствоваться только самым необходимым, когда можно наслаждаться богатствами бесконечного? Из этой аудиокниги вы узнаете, как завести друзей с деньгами. Ваше желание стать богатым – это желание прожить полноценную, счастливую и прекрасную жизнь. Взгляните на деньги другими глазами, осознайте их подлинное значение. Деньги – это символ обмена. Для вас они означают свободу от нужды, красоту, роскошь и изысканность. Одна из причин, почему большинство людей не могут иметь много денег, состоит в том, что они тайно или открыто презирают их. Одни относятся к деньгам, как к грязному барышу. Другие считают, что любовь к деньгам – вот в чем корень всех зол. Другой причиной, почему эти люди не процветают, является то, что в них сидит тайное подсознательное чувство, что в бедности есть некая добродетель. Возможно, это чувство возникло у них в раннем детстве, в период обучения. Развелось в силу религиозных предрассудков, основанных на ложном толковании священного писания. В бедности нет никакой добродетеля, это своего рода ментальная болезнь. Ведь если бы вы были физически больны, то, осознав, что с вами что-то не так, обратились бы за помощью к врачу или сами предприняли бы какие-нибудь действия. Так и в данном случае. Если бы у вас не было денег, которые постоянно циркулировали бы в вашей жизни, то разве это не навело бы вас на мысль, что с вами что-то не так? Вы должны предпринять какое-нибудь действие, и немедленно. Бог не хочет, чтобы вы жили в лачуге или голодали. Бог хочет, чтобы вы были счастливы, процветали и преуспевали. Бог всегда преуспевает во всех своих предприятиях, чем бы он ни занимался, созданием новой звезды или космоса. Немедленно избавьтесь от всякого рода ложных убеждений относительно денег. Не думайте о деньгах как о чем-то порочном, потому что если вы будете это делать, они обретут крылья и улетят от вас. Запомните, то, что вы осуждаете, вы теряете. Желание разбогатеть вполне естественное и правильное. Если вы нормальный человек, то не можете не испытывать этой потребности. Это правильно и разумно – направить всю силу подсознания на улучшение своего финансового положения. Это ваш долг перед самим собой, перед Богом и перед человечеством, потому что вы не сможете отплатить Богу и человечеству больше услугой, чем проявив все лучшее, что в вас есть. И сейчас есть и всегда будут люди, которые считают бедность своей естественной участью. Однако это не значит, что они обречены влачить жалкое существование, поскольку всегда под рукой есть средства, чтобы помочь им подняться из этой ю доли. Средства, способствующие их развитию и правильному восприятию. Тот, кто знает законы жизни, понимает и эту главную первопричину бедности. Пока есть люди, готовые смириться с бедностью и хотя бы в глубине души, воспринимающие себя как нищих, в нашем обществе будет существовать бедность. Второй причиной бедности является образование, доставшееся нам в наследство от прошлого, и направленное не на то, чтобы ускорить процесс эволюции человечества, а на то, чтобы держать людей... Сэмпл комплит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова